Трико вместо платья, борцовки вместо каблуков. 9 лет назад она выбрала для себя совсем не женский вид спорта – дзюдо, а пару лет назад увлеклась вольной борьбой. 16-летняя Гунда Гоглоева уже сегодня весьма перспективный спортсмен. Как признается девушка, этот вид спорта всегда нравился больше. Но женская борьба получила право на существование не так давно. Именно здесь, кардинально отличившись от сверстниц, спортсменка видит свое будущее. У меня тренировки каждый день бывают, один раз в день. Но если куда-то готовимся, то и с утра, и вечером бывают. Если куда-то не готовимся, то одна тренировка, но и то черная, упорная тренировка. Если куда-то готовимся, то два раза в день можно с утра побегать, а вечером ковер. Женская борьба на Кавказе – сравнительно молодой вид спорта. В сборной нашей республики на сегодняшний день около 20 спортсменок. Тренируются они наравне с парнями и уже принимают участие в соревнованиях. В начале октября в Гулькевичах прошло открытое первенство Южного федерального округа по вольной борьбе. В нашей команде мы представляли 17 человек, поехало на этот раз, как никогда вообще. И в основном у нас девочки были этого же года, но и намного моложе у нас девчонки были. Мы их взяли, ну просто чтобы они проборолись. И слава богу, они нас не подвели, тоже очень хорошо себе зарекомендовали. На соревнованиях вольницы столкнулись с серьезными, более опытными соперницами из разных уголков России. Но это не помешало им добавить в кабилку сборной Северной Осетии одну серебряную и шесть бронзовых медалей. Серебро завоевала Дана Калицева, уступив в финале Дарьи Шелест из Краснодарского края. Тренеры уверяют, женская вольная борьба в Осетии – перспективный вид спорта и вскоре еще себя проявит.